друзья доброе утро мы продолжаем изучать тору мы продолжаем изучать тору и несмотря ни на что мы будем изучать тору интересное сегодня узнала сейчас расскажу как раз больше людей подойдет я расскажу очень интересную вещь я сегодня как раз узнал прямо очень вдохновляющие вдохновляющие меня лично это вдохновило сильно а сейчас нам очень сильно нужно всем вдохновение потому что мир вокруг рушится привычный мир вокруг просто рушится у тех кто жил на постсоветском пространстве те кто жили не на постсоветском пространстве израиль америка германия весь мир не понимают что и такое что там творится конечно но надеюсь что все смотрят что что там творится и видят что то вот та часть мира которая была спокойная последние 70 лет всего правда последние 70 лет в а если точно последние с 90-х годов было неспокойно вот с 93 допустим по 2000 было неспокойно 7 лет потом было с 2000 года по 2020 по 2014 год спокойно потом опять спокойно а потом двадцатый год начался коронавирус сейчас 22 год мир близок к третьей мировой войне вообще это это просто удивительно и удивительно вообще события происходят на наших глазах я думал что после после значит коронавируса меня уже ничем не удивить вот честно я думал ну вообще-то это удивительно кто ждал маленькая эпидемия типа гриппа останавливает весь мир когда мы в двадцатом году его эвакуационным рейсом летели из украины в израиль эвакуировались да это так и называлось эвакуировали израиль все граждан из-за коронавируса а сейчас летят эвакуационные рельсы уже по другому поводу как-то слишком часто двадцать второй год февраль март хорошо значит что сегодня узнал ждем а шеха очень ждем значит что сегодня узнал узнала следующая вещь интересную что вот мы сейчас изучаем пять глав про мешкан 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 как он был устроен как как он устроена была вся вот эта вот система дом всевышнего в этом мире пристанище мешкан это он сказал постройки мешкан я буду жить среди вас но это было то есть выстроили целую такую систему пять глав рассказывается в торе про устройство мешкана и всевышний было его божественное присутствие в этом мешкане а потом мешкан когда 40 лет были в пустыне был передвижной этот мешкан потом он в израиле стоял в шилом около 400 лет его уже вокруг него построили стены и так далее такой такой был почти храм а потом уже царь сам он построил первый храм иерусалимский потом построил эзра софер построил с его мудрецами 2 иерусалимский храм был первый разрушен первый храм простоял 410 лет 70 лет было изгнание кстати это интересно вот эти вот куски по 70 лет очень такие примечательные 70 лет был советский союз 70 лет было изгнание в вавилонская и потом был построен второй храм он проставил 420 лет и в семидесятом году нашей эры был разрушен второй храм и везде было мешкан стене потом первый храм потом второй храм везде было божественное присутствие а когда разрушили второй храм иерусалимский да осталась только стена то что называется стена плача где есть божественное присутствие в этом мире где находится всевышний сейчас в этом мире как можно до него как можно к нему приблизиться максимально да и вот сегодня я узнал где я и раньше знал но сегодня именно на это обратил внимание очень сильно обратил на это внимание написано в талмуде так что с тех пор как разрушен храм всевышний место пристанище всевышнего в этом мире это арба а мод шель аллаха четыре локтя закона четыре локтя закона давайте поймем что за четыре локтя закона аллаха это аллаха это по дословный перевод этого слова аллаха это правило хождения до аллаха это где вы где выражены все вот именно четкие уже законы алгоритмы что делать откуда мы знаем эти алгоритмы что делать историю то есть всевышний в этом мире присутствует когда мы изучаем тору и когда мы делаем то что всевышний хочет когда мы выполняем его волю выполняем закон и в этот момент мы соединяемся со всевышним то есть всевышний в этом мире присутствует в том месте где человек изучает волю всевышнего волю творца тора это воля всевышнего и в этом месте где где мы изучаем тору вот каждого я сейчас изучаю тору да вот я изучаю тору и я для себя решил что то что всевышний от меня хочет то что в торе написано я буду делать все в этот момент я соединился со Всевышним. И в этот момент я могу Всевышнего поблагодарить за то, что у меня есть в этом мире огромное счастье познавать Всевышнего, за то, что я могу изучать Тору и могу ему служить. И в этот момент я могу попросить Всевышнего, чтобы он сделал мир в Украине. И моя просьба, она прямо доходит, потому что тот, кто выполняет волю Всевышнего, Всевышний выполняет его волю. То есть, но я должен вначале знать волю Всевышнего. А воля Всевышнего это учить Тору и выполнять его заповеди. Хорошо, давайте мы теперь поучим Тору. Значит, первое мы изучаем книгу. Сегодня первая Адара. Запомните этот день. Этот день очень, пускай останется в памяти каждого из нас, как этот день, когда начинается новый цикл. И мы должны вот увидеть, что сейчас, вот прям сегодня, отметьте, сегодня 4 марта, 4 марта, 5 марта умер Сталин, кстати. Интересно, тоже хороший день был. Адарский день. Это день, когда злодей, злодей такой, прям из основных злодеев последнего тысячелетия, он умер, этот Сталин. И, значит, сегодня первая Адара, первый день месяца Адар самого веселого, самого сильного, самого мощного месяца, когда есть максимальное присутствие Всевышнего, он приходит в этот мир. И мы должны увеличивать в радости в это время. И мы прямо искать надо, где мы можем выполнять волю Всевышнего, увеличивать в радости и молиться Всевышнему, чтобы Всевышний закончил эту войну. Эта война, которая сейчас уже идет, идет и идет, раскручивается, Всевышний, пожалуйста, закончи эту войну, чтобы опять наступил мир. Это самое важное, что сейчас может быть, чтобы наступил мир, чтобы перестали стрелять, убивать, бомбить и так далее. Просто уже это невозможно переживать, нет работы, люди беженцы, негде жить. И война идет, идет и усиливается. Мы просим Всевышнего, чтобы он остановил нас в войну. Теперь, значит, Адары, мы смотрим, как дальше развивается. Сейчас должно все только улучшаться. С сегодняшнего дня все будет все только улучшаться. Теперь дальше. Дальше такая идея, которая в книге обретения неба на земле. Мы все же хотим обрести небо на земле. Мы очень хотим обрести небо на земле. И поэтому давайте посмотрим, как. Такая идея здесь разбирается. Почему мы празднуем день рождения? Потому что нам было хорошо там в животе у мамы. Человеку было хорошо, было тепло, уютно, забота. И мудрецы говорят, что в чреве у матери ребенку, когда ребенок в животе у матери, ребенку открыта вся тора. То есть ему видно весь мир от начала до конца, и ангел обучает торе. Так это сформулировано. Теперь, когда ребенок выходит из живота матери, он испытывает тревогу, мучения, холодно, жестоко, жизнь борьба, и ребенок плачет. Он плачет, и первое время, когда он находится в этом мире, он почти очень часто плачет. Ему плохо, и он не может о себе заботиться. Он зависит от всех. Ему хочется кушать, ему холодно, и так далее. Значит, он попал в холодный, жестокий мир, в котором постоянная борьба за выживание. И каждый год, он говорит, и при этом мы каждый год празднуем именно день рождения. Хотя, казалось бы, это же нелогично. В животе было хорошо. Когда родился, стало плохо. Так, а что праздновать день рождения-то? Может, надо праздновать день зачатия? Или, не знаю. Или, наоборот, день рождения – это как выход из хорошего места. И он отвечает на этот вопрос. Потому что это день, когда вы обрели свое существо. Вы больше не часть кого-то. Вы активная сила в этом мире. Поэтому празднуйте день рождения и найдите в этот день время задуматься. Что я дал миру такого, чего мир не дал мне? Действительно ли я рожден? То есть, день рождения – это такой момент, когда человек становится самостоятельной сущностью, которая… Главное, вот смотрите, это очень интересно. Когда человек живет, он получает и он дает. Он от кого-то получает ресурсы, добро, питание, деньги. И кому-то он дает. И кого мы называем хорошим, добрым человеком? Который больше дает, чем получает. Тот, кто принес больше добра другим людям, он считается хороший, добрый человек. Тот, кто других людей забирал, кто плохо к ним относился, он называется злодей и плохой человек. И вот этот вот индикатор, что ты дал миру, что ты дал другим людям, что ты дал, какое добро ты принес. Он очень важный, потому что как только ты начинаешь брать, да, вот, например, это очень… Отдайте мне, сделайте, как я хочу, думайте, как я скажу и так далее, ты вступаешь в конфликт с людьми. И ты можешь их заставить делать то, что ты хочешь, но они тебя ненавидят после этого. Это очень такая интересная вещь. Теперь, значит, дальше, дальше, опять же, нам рассказывается о том, каким образом в первый… Вот через месяц начинается первый день года, первый месяц года, Ниссан. Сейчас последний месяц года Адар, и он сегодня начался. Ровно через 14 дней наступит праздник Пурим, когда все переворачивается. Это день, когда переворачивается все, зло переворачивается в добро. И когда нам станет понятно, почему то, что нам казалось злом, на самом деле добро. То есть от Всевышнего же не идет зла. И мы в этот момент, мы сейчас не понимаем, сейчас страшно, плохо и так далее. То есть я могу сказать по себе, у меня, то есть все остановилось. Я просто в ужасе от того, что происходит. И все, кто мои сотрудники, вся компания, все беженцы, ну это кошмар какой-то, да? И сейчас это страшно, но я знаю, что от Всевышнего не выходит зла. И я понимаю, что еще максимум 15 дней все перевернется в добро и станет понятно вообще. Да, для чего это, почему это. То есть мне, например, ну то есть к чему-то это каждого из нас приведет. И надо верить и понимать, что приведет обязательно к добру. Теперь и через месяц, значит, первого Ниссана, наступает первый месяц года, месяц исхода из Египта. В Ниссане было освобождение. И мы ждем, что, мы все ждем, в принципе, весь мир ждет Машеаха, Мессию, да? Когда придет Машеах и мир освободится от зла. То есть на сегодняшний день мир, он в мире уравновешено добро со злом. И в каждом человеке уравновешено добро со злом. И каждый старается сделать выбор в сторону добра. В это время кто-то делает выбор в сторону зла. И ты же сам сегодня в добро, завтра зло. И весь мир вот так вот колеблется, он в индикаторе. Написано, Машеах придет или когда все выберут сторону добра. То есть когда большая часть людей выберет сторону добра. Или когда весь мир уже опустится ниже вот этого уровня индикатора зла. То есть в этот момент придет Машеах. И мудрецы говорят, что это будет страшное время, да? Потому что последняя битва между добром и злом. Все эти войны, которые будут перед этим. Война Гога и Магога. Есть предсказания пророков, как это будет. И в принципе нам говорили, вот мудрые люди, учителя говорили, что война Гога и Магога уже была. Великая вот эта Вторая мировая война уже страшнее нету. И было убито 80 миллионов человек. И уже все. Ну куда страшнее война, чем была. Но мы видим, что вот оп, начинается еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но мы вот ждем, что вот-вот придет Машеах, будет хорошо. Теперь в сегодняшней недельной главе рассказывается, что в этот месяц решен. И было в первый месяц года. Значит, во втором году, что имеется во втором году, это после выхода из Египта. В первый день месяца была возведена Стиня. То есть был мешкан возведен. Укам. Именно он был возведен. Он был. Он сам встал. Да, это слово Укам. Это и встал вот этот вот мешкан. Значит, ну дальше описывается, как это было. Маше Рабену его, значит, тут интересно написано. Там был такой мешкан вот этот, да? Мешкан, да, Стиня. Это была модель мира. И там должно было быть все, как микромодель мира, в котором Всевышний опустил свое божественное присутствие. И мы изучаем подробно, 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 как там каждая деталька этого мешкана, мешкана, как она была, как она была устроена. И, и что? Смотрите, очень интересно. Каждую детальку мы изучили, и Всевышний туда пришел. А теперь, то, с чего мы начали сегодняшний урок. Человек – это пристанище для Всевышнего. И если вы сделаете арба амод шаллаха, 2 метра алахи, 2 квадратных метра, 4 локтя закона. То есть вы скажете, стоп, я буду делать только то, что Бог мне сказал делать. Все. Значит, если вы евреи, открываете Шулхана Рух. Прям можно погуглить. Шулхана Рух, Титсур Шулхана Рух. Там подробно написано, что делать. Если вы не евреи, открываете 10 заповедей. Если вы мусульмане, открываете Коран и так далее. Но надо делать то, что Бог сказал делать. И Бог сказал всем. Делай добро, не делай зло. Убивать нельзя, грабить нельзя, проклинать нельзя. Все это нужно делать добро, молиться и помогать. Помогать людям вокруг себя. И каждый, когда сделает такой островок добра вокруг себя. Островок добра, островок добра, островок добра. То есть соединиться со Всевышним. И все в один момент скажут, Всевышний, сделай мир. Пожалуйста, сделай мир. Я прошу тебя, чтобы был мир. Бах, и наступит мир. Как наступит злодей надеяться на свое оружие. Мы надеемся на Всевышнего. Мы надеемся, что Всевышний даст... Вот я приводил пример чудес Всевышнего. Я увидел в интернете, когда десант высаживался. И ветер подул и снес их обратно в море. Это Всевышний. То есть мы просим Всевышнего. Дай, пожалуйста, сделай так, чтобы больше никто не стрелял. Чтобы не было ни одного больше убитого, раненого. Чтобы люди, которые пострадали, чтобы они вернулись в свои дома. Чтобы они вернулись к своим мирным делам. Чтобы каждый человек, который мирно и честно работал. Чтобы он вернулся к себе домой, вернулся к себе на работу. Получал деньги, воспитывал детей, женился. Чтобы все люди вернулись к мирному, спокойному существованию. Чтобы не было войны. И чтобы те люди, которые злодеи, которые с оружием в руках нападают на других людей. чтобы они остановились, любым путем, чтобы они были остановлены, и чтобы закончилась эта война в Украине. Теперь, когда спрашивают, кто на кого напал, понятно, война идет в Украине. Я считаю, что, ну не я считаю, я вижу, я знаю и вижу, что российская армия вошла в Украину. Это факт, то есть тут не надо, надо молиться, чтобы российская армия ушла с Украины обратно в Россию. Все, об этом я молюсь и прошу Всевышнего, чтобы Украина осталась Украиной, Россия осталась Россией, и чтобы они между собой не было войны. Все, удачи всем и успехов, шаббат шалом, шаббат шалом, счастливо.